В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ООН и Африканский Союз. Это великий день для ЦАР и всего ее народа, цитирует агентство слова комиссара Африканского Союза по вопросам мира и безопасности Смаила Шерги. Окончательный вариант мирного договора, как ожидается, будет подписан 6 февраля. Переговоры между представителями правительства ЦАР и лидерами вооруженных группировок стартовали 24 января в Хартуме. Очередной политический кризис ЦАР начался в конце 2013 года. Тогда, в начале декабря, в столице страны произошли столкновения между боевиками исламистской группировки Силика и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Согласно неофициальным данным, погибли более тысячи человек. Для распространителей недостоверной информации, направленной против вакцинации, ведут административную ответственность, пишет Правмир. Это только одна из нескольких инициатив, направленных на увеличение охвата населения России вакцинации, пишет парламентская газета с осылкой на члена Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айрата Фарахова. Как пояснил депутат, в интернете активно действует так называемая антивакцинальная лобби, которая больше говорит об осложнениях в связи с вакцинацией, чем о преимуществах. Из-за этого, по его словам, родители не всегда могут принять объективное правильное решение о вакцинации их самих и их детей. Еще одна законодательная инициатива ведет ответственность для медицинских работников за необоснованные медотводы от вакцинации и недостоверное отражение информации о прививках в медицинских книжках. Кроме того, Фарахов подготовил законопроект, который обяжет правительство ежегодно докладывать о реализации в стране иммунной профилактики и национального календаря профилактических прививок. Ранее Всемирная организация здравоохранения включила в список 10 глобальных угроз человечеству отказ от прививок. Эксперты отметили, что из-за массового отказа от вакцинации во многие страны вернулись болезни, которые уже были почти побеждены на их территории. Группа «Кингстоун» записывает свой первый альбом в студии, которая находится в центре австралийского Брисбена. Все девять участников коллектива – подростки с особенностями развития, передает НТД. У них разные расстройства от синдрома Туретта до аутизма. Хор помогает подросткам посредством музыки рассказывать о своих переживаниях, выражать мысли и даже найти себя. Группу основали в фонде «Эндевор» неправительственной Брисбенской организации, которая поддерживает людей с неврологическими проблемами. Она также помогает им заниматься тем, что им интересно. Группа уже выступает в местных домах инвалидов. Хор занимается сбором средств на новое оборудование. В будущем он планирует выступить в Большом концертном зале. Первый альбом «Кингстоун» будет доступен на музыкальном онлайн-ресурсе позже в этом году. Жульен из гусениц, суп из жуков и жареные пчелы на десерт. На таким изысканном меню трудятся специалисты из Евросоюза. На исследование полезности и питательности насекомых выделили более трех миллионов евро. Эксперты обещают, в 2020 году личинки появятся во всех супермаркетах сначала Европы, а потом и России, передает телеканал МИР24. Из насекомых повара научились готовить десятки блюд – пиццу, салаты, супы и десерты. Говорят, вкусно, выгодно и никакого жира. В Америке и Европе сейчас настоящие бум на еду из насекомых. Там их готовят и дома, и на улице. Жареных кузнечиков, маринованные личинки бабочек и сушеную саранчу причислили к высокой кухне. Подают на светских балах и приемах. К тому же у жучков, паучков, кузнечиков и личинок есть преимущества – они могут быть вкусны. Главное – правильно приготовить. На столицу Куба Гавана впервые за несколько десятков лет обрушился мощный торнадо. Скорость ветра достигала 100 км в час. В городе разрушены дома, сломаны деревья, перевернуты автомобили, оборваны линии электропередач. По последним данным, по меньшей мере, 4 человека погибли, 195 человек получили ранения. Методистская церковь – одна из крупнейших динаминаций на Кубе – организовала кампанию по сбору товаров и оказанию помощи пострадавшим. Совет церкви Куба оценил ущерб. Руководство посетило пострадавшие районы, чтобы спланировать комплекс действий по реагированию на чрезвычайное положение. Кубой руководит социалистическое правительство, но христиане-евангелисты часто публично выражают свою веру. Некоторым евангельским церквям было разрешено развивать религиозную деятельность, но многие другие были лишены основных свобод. Останкинский районный суд города Москва запретил группе христиан молиться в коммунальной квартире. Об этом рассказал адвокат Константин Андреев на своей странице в Facebook, сообщает порталом Виктории. Поводом для судебного разбирательства стало заявление соседа христиан. В своей жалобе он заявил, что ему некомфортно, когда соседи молятся. Адвокат подчеркнул, что закон о свободе совести и о религиозных объединениях не запрещает проводить богослужения в жилых помещениях. Истец не указал, какие именно и каким образом нарушаются при данных обстоятельствах его права и законные интересы, если богослужения совершаются в комнате ответчика, в то время как истец является собственником иных комнат коммунальной квартиры, рассказал Константин Андреев. Несмотря на это, суд запретил христианам молиться и проводить богослужения у себя дома. Патриарх Кирилл считает, что обновление человека, которому призывает современный мир, возможно только через освобождение людей от рабства греху, передает Интерфакс. В сознание современников через фильмы и литературу постоянно вкладывается идея о том, что человек требует переделки, обновления или, пользуясь выражением из компьютерной индустрии, апгрейда. Это новая форма антихристианства, которая декларирует искреннюю заботу о благе человека, а на самом деле в корне своем имеет разрушительные представления о человечестве и о человеке как образе Божьем, сказал Патриарх. Развитие технологий не вредно само по себе, считает Патриарх Кирилл, но оно может стать ложной целью, если будет утрачено понимание духовной составляющей жизни человека. Патриарх уверен, что жизнь человека в первую очередь зависит от его способности любить, а не от наличия или отсутствия высокотехнологичных гаджетов. Члены христианской миссионерской организации «Стрейгер» три дня проповедовали Слово Божье на улицах швейцарского Давоса в рамках Всемирного экономического форума, пишет Бог Ньюс. Одна из участников акции, Каролина Коваленко, рассказала, что провести евангелизацию на форуме решили, потому что в это время в Давос съезжаются люди со всего мира и появляется возможность доносить Евангелие до них. Участники евангелизации проповедовали Слово Божье и местным жителям и гостям Давосского форума. При этом Коваленко отметила, что местные жители более закрыты по сравнению с приезжими. В общей сложности евангелие услышали 270 человек, из которых 162 позволили за них помолиться. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проводится каждый год с 1971 года. В рамках мероприятия участники обсуждают наиболее острые мировые проблемы. Редактор субтитров А.Семкин